Здравствуйте! В эфире телеканал ЖЭЦУ новости. В студии Яхан Уздр Мухаммедова и Судопереводчика Игорь Стамбекова. Сегодня в центре приема граждан Акима области ЖЭЦУ Бейбатый Сабаев принял жителей региона с личными вопросами. Большинство обращений касались жилищной сферы, предоставления земельных участков и благоустройства. Например, жительница областного центра Жанат Ракишева обратилась к Акиму с просьбой о выделении жилья ее сыну, который состоит в списке очередников с 2008 года. Из-за изменений в законодательстве в 2021 году, когда 19 категорий объединили в 6, его очередь отодвинулась. Как выяснилось, сын Жанат Ракишевой состоит в очереди на однокомнатную квартиру. Однако из-за отсутствия соответствующего жилья он до сих пор не получил ее. Выслушав женщину, глава области заверил ее, что в октябре месяца при распределении новых квартир сыну Жанат Ракишевой вручат ключи от долгожданного жилья. В первую очередь в октябре месяца вы предоставите ключи от жилья сыну этой гражданки. Я лично буду держать данный вопрос на контроле. После того, как он получит квартиру, отправите мне видео и фотоотчет. После изменений в законодательстве моего сына сняли с очереди. Затем мы заново собирали документы, чтобы восстановиться в ней. Таким образом мы встали 475-ми. Я не раз слышала, что глава области помогал простым гражданам решать их проблемы. Конечно же, в рамках законодательства. И вот теперь, как сказал Бибет Исабаев, уже в октябре месяце моему сыну вручат ключи от однокомнатной квартиры, согласно его порядковой очереди. В области ЖИЦУ завершился заключительный этап отбора в региональный кадровый резерв. Всего было отобрано 20 граждан сроком на два года. Об этом сообщил руководитель Департамента агентства страны по делам государственной службы Кублан Манап. На конкурс, который в нашем регионе проходил впервые, поступило 300 заявок. По условиям отбора в нем приняли участие граждане со всей области не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее трех лет. Кастинг проводился с учетом потребностей в кадрах по шести отраслевым направлениям, индустрия и промышленность, экономика и финансы, социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура, агропромышленный комплекс и земельные отношения, а также цифровизация. Кадры решают все, подчеркнул руководитель Департамента Кублан Манап, отмечая важность формирования кадрового резерва для эффективного развития края РИЦУ. В целом отбор состоял из пяти этапов. Первый включал в себя прием документов. На втором этапе проводилось тестирование кандидатов на знания законодательства и оценку личных качеств. Третий тур – оценка компетенции. Четвертый этап – это структурированный интервью в комиссии, а на пятом комиссия уже представляет кандидатов к зачислению в резерв. В этом году началось строительство инженерно-коммуникационных сетей для новой туристко-рекреационной зоны на побережье озера Балхаш. Проект, оцениваемый в 7,4 млрд тенге, направлен на создание современной инфраструктуры для отдыхающих. На 2024 год из республиканского бюджета выделено 2,2 млрд тенге. На эти средства будет построено 7,5 км дорог, а также 97 км водопроводных, канализационных и электрических сетей. На каком этапе сейчас находятся строительные работы, узнавала наша съемочная группа. Строительство новой зоны отдыха на берегу озера Балхаш идет полным ходом. Для осуществления строительно-монтажных работ заключен договор с ТОО «Сапак Урлэс-2007». На данный момент выполнено уже более 65% работ по разработке траншеи под водопровод и канализацию. Уложено 22 км водопроводных труб. Завершены работы по разработке котлована под здание воздухоопорных сооружений. Два резервуара по 150 кубов, два резервуара по 300 кубов. И тут будет административное здание и КПП будет. На объекте работает 15 человек, техника. На это общая сумма договора у нас составляет 7,4 млрд. На этот 2024 год выделенная сумма 2,2 млрд. В данный момент освоено 1,1 млрд. Протяженность береговой линии озера Балхаш составляет 16 км. Без подведения необходимой инфраструктуры инвестиции в объекты туризма будут бессмысленными, считают эксперты. Поэтому ход работ по прокладке магистральных инженерных сетей находится под пристальным контролем специалистов. Одной из ключевых задач является проведение электрических сетей до озера Балхаш. Вид колонны опор, выстроенный вдоль трассы, уже радует глаз. До побережья водоема осталось совсем немного, отметили представители подрядной компании. Что касается электроснабжения, точка подключения у нас определена на подстанции станции Лепсе. По линии электропередачи протяженностью 17 км она подается на проектируемую подстанцию. Подстанция у нас рассчитана на 6,3 мегаватт, два трансформатора. В случае, если в Лепсе и Кокжиде населяют ориентировочно 10 тысяч человек, они будут потреблять 1-1,5 мегаватт. То есть электроэнергии будет достаточно для любых объектов, которые могут располагаться на прибрежной зоне. Из 600 гектаров свободной территории на побережье Балхаша только 60 занимают туристические объекты. Для создания комфортных условий и привлечения туристов необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры, что, несомненно, привлечет внимание инвесторов. Наряду с этим для местных жителей, помимо реализации инвестиционных проектов, также важно создание новых рабочих мест, резюмировал глава Лепсинского сельского округа Ахтория Кьяс. Честно сказать, с рабочими местами в нашем поселке очень мало рабочих мест. Большая часть населения зарабатывает деньги за счет Балхаша. Это ловля рыбы и приток туристов. В данный момент дорога Талкорган-Лепсы на стадии завершения. Люди этого очень ждут, так как закончится дорога, будет приток людей, приток туристов. Будет развиваться инфраструктура, вода, свет, канализация и так далее. Будет, например, очень ждем приток инвесторов, которые будут создавать рабочие места. Завершение строительных работ, согласно утвержденному графику, запланировано на конец октября следующего года. На сегодняшний день общий уровень готовности проекта составляет почти 20%. Отметим, что его реализация позволит не только обеспечить туристов необходимой инфраструктурой для их комфортного отдыха, но и создать новые возможности для развития туризма в регионе. Сахарный песок – социально значимый продукт, наличие которого контролируется со стороны нашего государства. В связи с этим исполнительные органы призывают оказать значительную поддержку аграриям, занимающимся выращиванием сахарной свеклы. И только в текущем году, благодаря содействию СПК «ЖИЦУ» и «Каза Агрофинанс» посевная площадь сладкого корнеплода увеличилась на 5000 гектаров и составила почти 14000. Кроме того, в ближайшее время крестьянские хозяйства нашего региона получат 4 новых комбайна. О том, какая поддержка оказывалась со стороны ведомств в течение первого полугодия текущего года, расскажет наш корреспондент. С 15 сентября Куксусский сахарный завод начинает приём сырья. Стоит отметить, что в данном регионе насчитывается 160 фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием сладкого корнеплода. В этом году аграрии реализуют сахарную свеклу по цене 40 тенге за килограмм. Ожидается, что урожай составит 100 тысяч тонн сахарной свеклы, что, по словам специалистов, станет важным вкладом в снабжение сахарной промышленности. Для сбора сахарной свеклы в районе активно используются 27 уборочных комбайнов. Из них четыре были приобретены в текущем году в рамках программы финансового лизинга из ПК ЖТСУ и КАЗ Агрофинанс, предоставленного сроком на 10 лет. Таким образом, оказываемая поддержка аграриям региона создаёт устойчивую основу для успешного функционирования сахарного производства в области ЖТСУ. В рамках программы финансового лизинга заниженной процентной ставкой мы оказали помощь в аккредитовании фермерам, способствуя модернизации их техники. В результате было приобретено четыре комбайна для сбора сахарной свеклы, которые на сегодняшний день уже доставлены в районы. Абдулла Зиналов – фермер из Хуксуйского района. Занимается сельским хозяйством уже четверть века. В течение многих лет он ежегодно сажал сахарную свеклу на площади в 30 гектаров. В этом году территория посевов была увеличена на 10 гектаров, что связано с получением необходимого оборудования в рамках программы финансового лизинга. Благодаря поддержке СПК ЖТСУ и предоставленному оборудованию сроком на 10 лет, подставку в 2,5% Абдулла Зиналов смог расширить свои пассивные площади. Было посеяно в этом году около 170 нашим хозяйством, 170 гектар для жителей нашей деревни, нашего аула и ближестоящих поселков. Благодаря холдингам, таким как СПК ЖТСУ, очень много они нам помогают, финансируют, финансами помогают. Потом технику мы у них взяли субсидированную, субсидии во время поступают. Мы благодарны. Вопросов никаких таких по отношению именно к холдингам нет. Своевременно обеспечивает нас, допустим, топливом, семенами, сахарный завод, очень приятно с ними работать. Четыре механизатора, на четыре механизатора по две единицы. Успеваем понемногу делать. С начала текущего года компания СПК ЖТСУ предоставила аграриям 58 единиц техники. Финансовый лизинг сроком на 10 лет, под 2,5%. Эта поддержка значительно укрепила материальную и техническую базу. Сельхоз товаропроизводителей, способствуя улучшению их производственных возможностей. Изменения в законе о банкротстве. Кто может избавиться от долгов? На региональной коммуникационной площадке области ЖТСУ были озвучены ключевые изменения в законодательстве о банкротстве, направленные на снижение долговой нагрузки граждан. Согласно новым поправкам, действующий закон о банкротстве предусматривает три основных способа решения финансовых проблем. Судебное и внесудебное банкротство, а также восстановление платежеспособности граждан. При этом инициатором любой из этих процедур может быть только сам заемщик. Особое внимание было уделено внесудебному банкротству, которое теперь доступно для физических лиц, имеющих задолженность перед банком, микрофинансовыми организациями или коллекторскими агентствами в размере до 1600 МРП. Для этого должник должен соответствовать таким критериям, как отсутствие зарегистрированного на его имя имущества и наличие задолженности сроком не менее 12 месяцев на момент подачи заявления. Кроме того, по словам спикера, внесены изменения в порядок уведомления кредиторов. Теперь должник обязан уведомить всех заемщиков о подаче заявления на банкротство не позднее пяти рабочих дней с момента обращения, а также после внесения определения. Эти изменения значительно упрощают процесс банкротства и могут существенно облегчить жизнь многим должникам, резюмировали участники брифинга. 19 июня текущего года был принят соответствующий закон о внесении изменений и дополнений в ряд законов, в том числе закон о банкротстве физических лиц граждан Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года, который упростит ее во многом, даст возможность многим нашим гражданам подать заявление, обанкротиться и списать свои долги. То есть даст возможность освободиться от закредитованности. В ногу со временем. В селах области Жецу ведутся работы по благоустройству и обеспечению безопасности населения. Так, в селе Койлых Сарканского района за последние два года установлено порядка 20 камер видеонаблюдения в общественных местах. Открыт новый стадион и проведена реконструкция парка и автодорог. Наша съемочная группа побывала в населенном пункте и узнала, насколько он преобразился за последнее время. Стадион имени Алибая Тупарбаева в селе Койлых – гордость жителей. Спортивный объект, построенный в соответствии со всеми современными стандартами качества, включает в себя футбольное поле с искусственным газоном и 100-метровую беговую дорожку. На его строительство из республиканского бюджета было выделено 63 миллиона тенге. Открытие состоялось летом прошлого года. И с тех пор стадион стал излюбленным местом отдыха как детей, так и взрослых. Мы здесь проводим уроки тоже. Соответственно, стадион у нас никогда не пустеет. Мы здесь проводим тренировки, ребята здесь занимаются. Вечером после работы ребята приходят, собираются сельская молодежная команда, включают фонари и играем здесь в футбол. Все играют. И сельчане приходят здесь на прогулку вечером, с детьми приходят, играют чисто все. Также в прошлом году в селе была проведена реконструкция парка, посвященного ветеранам Великой Отечественной войны. На его благоустройство из республиканского бюджета было потрачено 23 миллиона тенге. Теперь в любимом местными жителями сквере, где растут полувековые сосны, установлены новые удобные лавочки, фонари и пешеходные дорожки. А уже в конце осени этого года новые тротуары будут выложены вдоль центральной улицы села. К слову, на самой дороге в прошлом году было положено свежее асфальтовое покрытие и проведен демонтаж старых и установка новых фонарей. Сейчас работы по благоустройству улиц подходят к завершению. До конца октября, думаю, им докончат полностью благоустройство дороги. Освещение с двух сторон полностью, торши, лавочки, урны, в центре тоже полностью асфальтирование. В том году полностью асфальтировали центральную нам дорогу. Эта центральная дорога у нас 3 километра от поселка, от заезда, от выезда. 3 километра полностью асфальтировали. Помимо этого, две улицы у нас, села Койлых, Кавамбай, Майлина тоже асфальтировали. В этом году вот еще одну улицу дали, Бугенбай. Начнутся в сентябре асфальт ложить, да, асфальт на работу. Работы по благоустройству села продолжатся, уверяет руководство. При этом особое внимание уделяется безопасности населения. А это разметка на дорогах, пешеходные знаки и, конечно, камеры видеонаблюдения. Такие современные устройства установлены не только на центральной улице, но и во всех общественных местах, в парке и на стадионе. Всего 18 видеокамер, наличие которых гарантирует безопасность местным жителям. А сегодня в селе Койлых проживает без малого 3000 человек. Надежда Белова, Женя Сабдрешев, телерадиокомпания «ЖТСУ». В Астане ликвидирован крупный подпольный цех по производству и продаже вейпов. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявило за последние два месяца 25 фактов реализации и хранения электронных сигарет. В рамках борьбы с их распространением в ходе расследования уголовных дел было уничтожено около 400 тысяч единиц конфискованного товара. Всего за последние два месяца из незаконного оборота изъято около 22 тысяч электронных устройств, а также 7 тысяч ароматизаторов, картриджей и испарителей. В столице задержан организатор подпольного цеха, который занимался производством, хранением и торговлей, реализацией вейпов и жидкостей для них. Они отправляли в Астану и другие города от 7 до 10 тысяч несанкционированных предметов. Преступная группа кустарным способом производила жидкость для вейпов, используя для этого глицерин, никотин и искусственные ароматизаторы. В ходе операции было обнаружено более 5 тысяч готовых вейпов, наполненных табачной смесью, 235 литров химических веществ, глицерина, пропиленгликоля и ароматизаторов, а также оборудование для производства электронных сигарет. Организатор группы был осужден по решению суда. Вся партия вейпов и производственное оборудование были уничтожены. В области ЖИЦУ прошли тренинги по вопросам религии, направленные на повышение квалификации специалистов. Мероприятие, организованное при поддержке Комитета по делам религии Министерства культуры и информации Республики Казахстан, собрало специалистов, имамов и психологов в Центре изучения религии, а также представителей средних и высших учебных заведений региона. Участники тренинга получили практические знания о работе с населением через социальные сети и овладели методами развития личных страниц для проведения эффективной разъяснительной работы среди граждан. В завершении мероприятия наиболее активные участники были отмечены специальными грамотами. Здесь мы сегодня проходили тему ораторское искусство, публичное выступление и навыки высокоэффективных людей, потому что госслужащие находятся в авангарде общества. Данный семинар-тренинг проводится для госслужащих и сотрудников социальной сферы, для того, чтобы улучшить их коммуникативные навыки в работе с социумом. Это очень важно для развития нашего государства. В Талдыкургане состоялся языковой форум для учителей казахского языка и литературы, в котором приняли участие преподаватели и лингвисты региона. Конференция стала важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов в преподавании казахского языка и литературы, а также для обмена опытом и идеями между специалистами, отметили организаторы мероприятия. Напомним, инициаторами проведения форума выступили Международное общество «Казахтыле» и областное управление образования. Подробности в нашем следующем сюжете. Одной из главных целей Международного общества «Казахтыле» является методическая поддержка преподавателей казахского языка и литературы. В рамках совещания были обсуждены темы повышения профессиональной квалификации учителей, усовершенствования методики преподавания и развития их творческого потенциала. Также на мероприятии выступили учёные и преподаватели, поделившиеся своим опытом с участниками встречи. Казахский язык и литература являются важнейшими основами нашего государства. Поэтому решение вопросов, связанных с их преподаванием, не только в компетенции учёных и руководителей, оно начинается в первую очередь со школьного образования. В работе форума приняли участие около 400 учителей из районов и городов области ЖТСУ. Ранее это мероприятие проводилось в разных регионах Казахстана. Как подчеркнули организаторы языкового форума, его главная цель – развитие будущего и перспектив казахского языка. Основная программа началась в Талдукурганском драматическом театре имени Бикен Римовой, а затем продолжилась с мастер-классом во Дворце языков. На лекцию по обмену опытом приглашены учёные из Астаны и Алматы, а также представители Международного общества казахского языка. На этом форуме лингвисты представляют свои исследования и поделятся профессиональными знаниями с участниками встречи. На семинаре был представлен новый Оксфордский словарь объёмом в 1300 страниц, подготовленный Национальным бюро переводов и впервые изданный в нашей стране. Этот словарь предназначен для школьников, студентов, специалистов различных областей и всех тех, кто изучает языки. Получить его можно в библиотеке университета имени Ильяса Жансугурова. Елеман Турсынканов, Нурай Базархан, Абзал Нусипов, телерадиокомпания ЖТСУ. В Талдыкургане подведены итоги областного творческого конкурса среди ветеранов под названием «Адал Адам», «Адал Инбек», «Адал Табас». В региональный тур были отобраны 25 поэтов-ветеранов из всех районов и городов области ЖТСУ. Из них на следующий этап вышли 12 претендентов. По мнению членов жюри, их стихотворения соответствовали требованиям конкурса. По итогам мероприятия шесть участников получили награды и денежные сертификаты. Победителям, занявшим три призовых места, были вручены сертификаты на суммы 30, 50 и 70 тысяч тенге. Соответственно, как подчеркнули организаторы, основная цель творческого состязания – предоставить и опубликовать произведения малоизвестных поэтов, а также укрепить духовное единство страны через поучительные литературные произведения. Отметим, что стихи поэтов-призеров, принявших участие в конкурсе, войдут в сборник, который будет издан в ближайшем будущем. В последние годы ветеранам уделяется особое внимание. Среди поэтов Алакольского района я завоевал гран-при, а затем отправил своё стихотворение в электронном виде для участия в областном конкурсе. В результате я занял третье место. Хочу выразить благодарность организаторам творческого состязания за то, что вовлекают нас, ветеранов, в различные сферы искусства и делают нашу жизнь более насыщенной и интересной. 102-летняя жительница Великобритании отметила свой день рождения прыжком с парашютом. В Китае создали экологически чистый живой пластик, который разрушает сам себя. Новые смерти от лихорадки западного Нила. События мира в нашей подборке зарубежных новостей. 26 августа Манет Бейли, жительница Великобритании, ветеран Второй мировой войны, отметила свой 102-й день рождения, совершив прыжок с парашютом. Она стала старейшей в стране парашютисткой, прыгнув с самолёта на высоте более двух километров в тандеме над Восточной Англией. Бейли призналась, что прыжок был немного страшным и заставил её зажмуриться. Но всё же она назвала его замечательным. Учёными из Китайской академии наук был разработан инновационный пластик, способный саморазрушаться, но при определённых условиях. В ходе своих изысканий учёные создали определённую форму бактерий, которая была генетически модифицирована, чтобы выделять разлагающий пластик энзим. Тесты показали, что в повседневном использовании живой пластик проявил схожие качества с обычным. А при добавлении определённого энзима на его поверхность она начинала эродировать и возвращала к жизни спрятанные внутри споры. После чего они вновь начали секретировать липазу BC и полностью разлагали пластик за 6-7 дней. Что касается образцов этого материала, помещённых в почву, они разложились в ней за 25-30 дней. В Испанской Севиле зафиксированы два новых случая смерти от лихорадки западного Нила. Таким образом, общее число жертв достигло пяти человек за лето. Ранее местные власти сообщали, что выявили 10 случаев заражения вирусом. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с начала года лихорадкой западного Нила заразились около 80 жителей из девяти европейских стран. Больше всего – в Греции и Италии. Подчеркивается, что речь идет именно о случаях заражения в Старом Свете. Агирим Купаева по материалам интернет-ресурсов. Внимание жителей и гостей области Житсу. Родственники жителя Ескельдинского района, 80-летнего Абсадыра Урагбаева, обратились за помощью в его поиске. Пожилой мужчина проживает в селе Шимар. 26 августа текущего года около пяти часов утра он вышел из Думы в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. По словам дочери пропавшего Ахсакала Аси Урагбаевой, в крайние два года ее отец страдает потерей памяти, а также нарушением речи. В день исчезновения на Абсадыре Урагбаеве была голубая футболка, кофта и брюки черного цвета. Всем, кто видел его или знает местонахождение Абсадыра Урагбаева, просьба сообщить по номеру 8 705 871 29 49 или на пульт полиции 102. На этом у меня все. Оставайтесь на телеканале Житсу и будьте в курсе событий. До свидания.